Музыка Так, вот мой ужин. Кусочек мяса, ребрышко мясное, свиное, картошечка, приправленная тушёной морковочкой. Так, а вот свежий салатик из мелко нарезанной капусточки свежей и огурчиков. Ну вот, яичком варёным притрусил сверху, теперь хорошенько размешать и майонезик. Ну что ж, можно приступать к трапезе. Вкусно и полезно. Сплошные витамины. Вот сейчас я перекушу и продолжу свою творческую работу. Аудиокнига своими руками Студия Барабаны Судьбы Читает Александр Водяной Гидея Мопассан Портрет Читает Александр Водяной «А, Милиаль!» Произнес кто-то возле меня. Я взглянул на человека, которого окликнули. Мне давно хотелось познакомиться с этим Дон Жуаном. Он был уже не молод. Седые без блеска волосы слегка напоминали меховую шапку, Какие носят некоторые народы севера. А мягкая, довольно длинная борода, падавшая на грудь, тоже была похожа на мех. Он в полголоса разговаривал с какой-то женщиной, склонившись к ней и глядя на нее нежным взглядом, почтительным и ласковым. Я знал его жизнь, или, по крайней мере, то, что о ней было известно. Он не раз был любим до безумия. С его именем была связана не одна драма. О нем говорили как о человеке необычайно пленительном, почти неотразимом. Когда я, желая узнать, откуда у него эта сила, расспрашивал тех женщин, которые особенно превозносили его, И они после небольшой заминки неизменно отвечали. Не знаю. Право какое-то обаяние. Красив он, конечно, не был. Он совершенно не обладал той элегантностью, которая считается обязательной для покорителей женских сердец. Я с любопытством задавал себе вопрос. В чем же его очарование? В остроумии? Мне никогда не передавали его словечек. Никто не восхвалял его ума. Во взгляде? Возможно. Или в голосе? Голос некоторых людей обладает неотразимой чувственной прелестью. Как бы вкусом изысканного блюда. Ты жаждешь слушать его звук. Произносимые им слова доставляют такое же наслаждение, как лакомство. Мимо проходил один из моих приятелей. Я спросил его. Ты знаешь, господин Амельяля? Знаю. Познакомь меня, пожалуйста. Минуту спустя мы обменялись рукопожатием и разговорились. То, что он говорил, звучало справедливо, приятно, но по содержанию не представляло ничего замечательного. Голос у него и в самом деле был красивый, мягкий, ласкающий, музыкальный. Но мне приходилось слышать голоса гораздо более пленительные, более волнующие. Слушать его доставляло такое же удовольствие, как смотреть на красивый журчащий ручей. Чтобы следить за ходом его мысли, не требовалось ни малейшего усилия. Он не разжигал любопытство сознательным умолчанием. Ни одна пауза не вызывала настороженного интереса. Беседа эта была скорее отдыхом. Она не возбуждала ни острого желания возражать или противоречить, ни восторженного согласия. В беседе с ним отвечать было так же легко, как и слушать. Ответ приходил сам собою, едва только Мильяль умолкал, и фразы слагались с такой легкостью, словно его речь сама, естественно, вызывала их. Вскоре меня поразило одно наблюдение. Я был знаком с ним не более четверти часа, а мне казалось, что это мой старый друг. Что все в нем, и лицо его, и голос, и жесты, и мысли, давно мне знакомо. После нескольких минут разговора я вдруг почувствовал, что между нами установилась какая-то близость. Все двери были открыты. И если бы он захотел, я, быть может, рассказал бы ему о себе такие вещи, в каких признаются обычно только самым старым друзьям. Право в этом была какая-то тайна. Преград, которые существуют между людьми и разрушаются одна за другой лишь с течением времени, когда мало-помалу их подтачивают симпатию, общность вкусов, одинаковый уровень духовного развития и постоянное общение, всех этих преград между нами как бы не существовало. И должно быть, их вообще не было между ним и всеми остальными людьми, которых сталкивал с ним случай. Через полчаса мы расстались, пообещав друг другу часто встречаться. Он пригласил меня на другой день к завтраку и дал мне свой адрес. Я позабыл условленный час и пришел слишком рано. Он еще не возвращался. Корректный молчаливый слуга вел меня в красивую темноватую гостиную, уютную и спокойную. Я почувствовал себя в ней как дома. Сколько раз я замечал влияние жилища на характер и настроение. Бывают комнаты, в которых всегда чувствуешь себя дураком. В других, напротив, всегда бываешь в ударе. Одни нагоняют тоску, хотя бы они были светлые, белые с позолотой. Другие почему-то веселят, несмотря на спокойные тона обивки. У нашего глаза, как и у сердца, есть свои пристрастия и глубокие антипатии, в которые мы часто не бываем посвящены, но все же они воздействуют на наше настроение тайно, украдкой. Общий стиль обстановки, гармония мебели и стен, непосредственно влияют на нашу духовную природу, как лесной, горный или морской воздух действует на природу физическую. Я сел на диван, где было разбросано множество подушек, и внезапно почувствовал, что эти шелковые мешочки, набитые пухом, поддерживают меня, покоят, обнимают, как будто это сидение было заранее рассчитано на форму и размеры моего тела. Я огляделся. В комнате не было ничего бьющего в глаза. Красивые скромные вещи, изысканная простая мебель, восточные ткани, которые, казалось, попали сюда не из магазина, а изысканная мебель. А из гарема. И прямо напротив меня женский портрет. Это был поясной портрет. Голова, бюсты, руки, державшие книгу. Женщина была без шляпы, причёсана на прямой пробор и улыбалась немного грустно. потому ли, что на ней не было шляпы, потому ли, что её поза производила впечатление полной естественности. Но только никогда портрет женщины не казался мне так на месте, так у себя дома, как этот портрет в этой комнате. Почти во всех женских портретах, какие я знаю, чувствуется нарочитость. Либо дама является в парадном туалете, причёсанная к лицу, и явно помнит, что она позирует. Во-первых, перед художником, а во-вторых, перед всеми, кто будет смотреть на портрет. Либо она принимает непринуждённую позу в тщательно выбранном домашнем туалете. Иные изображены стоя, величественной позе, во всей своей красоте, с надменным выражением лица, какое вряд ли они долго сохраняют в обыденной жизни. Другие же манятся на неподвижном холсте, и на каждом портрете какая-нибудь мелочь, цветок или драгоценность. Складка платья или складка губ несомненно прибавлена художником для эффекта. Надета ли на голову шляпка, наброшено ли кружево, оставлены ли волосы непокрытыми, но вы всегда угадываете в портрете что-то искусственное, что именно не отдашь себе отчёта, потому что никогда не знал оригинала, но это чувствуется. Кажется, будто женщина пришла с визитом к каким-то людям, которым она хочет показать себя в самом выгодном свете. и любая её поза, скромная ли, величавая ли, всегда заучена. Что же сказать об этой женщине? Она была дома и одна? Да, она была одна, потому что улыбалась так, как можно улыбаться, только думая в одиночестве, о чём-нибудь грустном и приятном. На кого смотрю, тот не может так улыбаться. Она была настолько одна и настолько дома, что во всей этой большой гостиной я не замечал ничего, решительно ничего, кроме неё. Она была здесь одна, всё заполняла собой, всему придавала уют. Сюда могло бы войти сколько угодно людей, и эти люди могли бы разговаривать, смеяться, даже петь, но и в этом случае она всегда оставалась бы одна, со своей одинокой улыбкой, и одна оживляла бы комнату своим неизменным взглядом. Он был тоже совершенно необычен, этот взгляд. Ласкающий и неподвижный, он останавливался на мне, не видя меня. Все портреты знают, что на них смотрят, и все они отвечают глазами, и глаза их видят, думают, неотрывно следят за нами. Пока мы не выйдем из комнаты, где они живут. Эта женщина не видела меня, не видела ничего, хотя взгляд и опокоился прямо на мне. Я вспомнил поразительный стих Будлера, влекущий твой, как у портрета, взор. Эти, изображенные художником, глаза, которые когда-то жили, а может быть, живут и сейчас, в самом деле неотразимо влекли к себе, наполняли меня неизведанной доселе странной и властной тревогой. О, какое бесконечное обаяние, нежное, ласковое, как мимолетный ветерок, пленительное, как небеса, утопающее в лиловых, розовых и синих сумерках и немного печальное, как идущая за ними ночь, исходило от этого темного портрета и от этих непроницаемых глаз. Созданные несколькими мазками кисти, эти глаза скрывали тайну того, что кажется существующим и несуществующим, того, что может промелькнуть во взгляде женщины, того, что зарождает в нас любовь. Дверь открылась, вошел господин Мильяль. Он извинился, что опоздал. Я извинился, что пришел слишком рано. Потом я сказал, не будет ли нескромностью спросить вас, кто эта женщина? И он ответил, это моя мать. Она умерла очень молодою. Тогда я понял, откуда оно. такое необъяснимое обаяние этого человека. и как от нет, как он Субтитры создавал DimaTorzok